Добрый день православный портал экзегет и нам поступил такой вопрос плохо ли бороться со старением а плохо ли бороться с ветряными мельницами ну принципе мы знаем персонажи нашего литературного мира которые боролись с ветряными мельницами в принципе для литературы довольно таки назидательно полезно и в школе мы это изучаем но это отвлекает понимаете бороться с ветряными мельницами бесполезно потому что все равно ты их не победишь сколько ты не оттягивай процесс старения все равно он будет наступать 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 и каждый раз придется тратить на это все больше и больше и больше сил помните как у достоевского в произведении дядюшкин сон дядюшка уходил надолго для того чтобы привести себя в порядок он приклеивал себе волосы бакимбарды делал себе глаз ну и все остальное напудривался она намазался вот боролся человек со старением и кому-то это нравилось кого-то это раздражало но это бессмысленно было потому что дядюшка все равно умер вот в конце концов старый или молодой ну тебе придется оставлять этот бренный мир выглядеть в гробу молодым какая-то вежзеленная такая мечта даже не знаю для чего она нужна это просто наверное не вижу в этом какого-то особого греха кроме одного зря тратить время нет никакого смысла есть возможность за это время сделать очень полезное сделать себя красивым но это понимаете это тоже очень относительно потому что ну чтобы это красивая вот представляете папуаска новой говинеи 14 сантиметров шея в носу копье ушах серги лицо в пупырях и в наколках два передних зуба выбиты и вот такая вот красавица по эфиопским меркам да смотрит на нашу с губами без стрелы в носу с короткой шеей ну еще какие то и вот они друг на друга смотрят что они думают как вы думаете обе старались быть красивыми обе считали себя красивыми но когда они смотрят на друга он думает что это перед ними уродка понимаете и поэтому я думаю что ни одна здесь нельзя говорить про человека что он урод но я думаю что иногда человек в погоне за красотой он увлекается какими-то своими собственными мыслями своими какими-то собственными впечатлениями думая что он сможет сделать тебя красивее чем сделал его бог вот а это глубокая ошибка я вспоминаю не хочу сказать о каких женщинах идет речь но в свое время я был в одной стране и посмотрел на одну женщину со стороны она стояла около своего магазина на ней была одежда как будто рядом взорвалось три гранаты и ни одна в нее не попала но одежда потрепала здорово и вот у нее было такое темное лицо такой нос с горбинкой грязные волосы вот она хозяйка этого магазина она стоит курит этот бычок и я вот понимаю что у меня такое ощущение что вот в глазах у нее такая пустота хотя она намазана накрашена в меру там подкрашена но у нее в глазах такая безнадега что вот она думает сейчас этот бычок дотянет до конца и пойдет застрелиться и буквально на следующий день мы садились в самолет и там нас встречала русская стюардесс горящие глаза и при всем том что не разглядывали форм этого человека видно было что человек красивый почему самая красивая часть тела у любого человека это глаза если глаза горят и светятся то не надо больше ничего красить если глаза потухшие то ты сколько себя не пудри сколько ты себя не накрашивай сколько ты себя не нарисовывай сколько ты не наполняй себе силиконом все равно твои потухшие глаза они никого не воспламенят поэтому если и заботиться о чем-то о том чтобы у человека были глаза а глаза у человека появляются когда в его жизни появляется надежда когда он радостный когда он счастливый когда он самодостаточный и его радует не только солнце воздух и то что окружает а свое собственное бытие отсутствует в нем печаль, тоска и уныние вот этот человек может стараться о своей красоте я думаю что это даже будет не зря апостол Петр в первом послании говорит о внешней красоте да будет вашим украшением не внешнее плетение волос не золотые уборы или нарядность в одежде но сокровенный сердцеловек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа что драгоценно перед Богом помоги Господи аминь молчалив seismки